здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа с большой буквы в студии я ведущий александр гурарье на связи с нами цви маген политолог экспосов израиля в россии и украине дипломат здравствуйте цви здравствуйте я бы хотел начать нашу стри наш разговор с со случая который произошел в нашей тюрьме когда 6 террористов бежали через подземный туннель который они прорыли самостоятельно просто граф монте-кристо нервно курит в сторонке значит там прорыли такой замечательный ход вылезли никто их толком не видел хотя были камеры была там девушка охранница на вышке но она почему-то спала или смотрела совершенно случайно смотрела совсем другую сторону или вообще не смотрела а человек который сидел за операторским пультом и наблюдал за работой камер и последствии по виде видно было что камера зафиксировала как эти террористы вылезли наружу он почему-то в этот момент смотрел в другую сторону а точнее в телевизор видно было очень интересная передача ну и соответственно хамас воспринял это как победу правда четверых уже поймали двое еще в бегах а вопрос мой следующий скажите вы как человек так сказать всю жизнь проработавший в аналитическом отделе военной разведки вы верите в то что такое могло быть случайностью что вот просто так случайно прорыли случайно ушли случайно до за сутки до побега к ним подсадили вот самого главного террориста зубейду который собственно является символом антифады именно в эту камеру да кстати из этой камеры лет пять назад пытались уже сделать побег вот именно из этой камеры их опять всех туда посадили значит случайность или попахивает все-таки таким серьезным предательством не исключено то что назвали предательством в том плане что те или иные скажем тюремщики какой-то мере какое какой-то мере были соучастники они помогли тому или иному скажем избеглицов и это разбирается поэтому информации официально нет но это тоже отдельная разборка они достаточно долго реле этот туннель и не исключено что не пошлось без внешней какой-то помощи но это я хотел тут заметить несколько и ну и но иное направление идет такая такова тенденция что следует наверное винить всю израильскую систему в безголабельности скажем без ответственности в неуклюжести в чем хотите и в предательстве тоже так я бы я так далеко бы не заходил да действительно был подверг определенной тюрьме не исключено что может произойти в других тюрьмах тоже тюремная система это не обязательно представляет собой скажем все израильские системы это бывает всех государствах арестанты бегут из тюрьмы в этом писали книги и ставили фильмы мы с этим знакомы и всегда так и будет на сей раз у них получилось потому что вряд ли всего были проколы именно в этой тюрьме и с этим идет разбор я понимаю что вероятнее всего будут вынесены соответственные выводы исправят это положение накажут кого надо я дальше этого не заходил потому что это не значит что другие системы службы безопасности или вооруженных сил и так далее цвину я в какой-то степени иронизировал сказал что вот так они убежали но на самом деле там меня меня больше всего не только меня я понимаю очень очень многих и наших зрителей израильтян поразило другое поразило что подтвердился факт и сейчас об этом все больше и больше говорят что палестинские заключенные особенно как те которые участвовали так сказать террории у которых кровь на руках это люди которые сидят за убийство имеют абсолютно привилегированные положения в тюрьме они прекрасно снабжаются они там питаются они там едят самую свежую еду они у них там спортивные зал то есть это просто санатории они в своей газе в жизни такой так а таких условий не получали когда были на свободе то есть не пора ли с этим покончить давайте разберемся котлеты отдельно мухи отдельно политика скажем отношение к этому виду заключенных это не политика тюремного начальства это политика на уровне правительства и она к этому так подходит то что у них получился побег еще не значит что-то ввиду скажем тех поблажек которые они получают так называется в облажке да нет говорили что тюремщики боятся заходить в эти камеры поэтому они не видели этот лаз который они рыли там столько времени ну я бы я бы обвинил больше тюремщиков и скажем потому что это происходит еще нескольких тюрьмах то не действительно тюрьмах где находится скажем заключенные ска этого типа на что убийцы или там террористов есть еще в других и они еще не бегут поэтому в данном случае это прокол в этой данной тюрьме это не виду тех поблажек хотя не исключаю что они были использованы соответственно и так но тут основная проблема с этим четверо же между прочим пойманы 2 остальных поймать будьте уверены я к тому что следует разобраться что происходит ввиду этого на так сказать на на уровне информационной войны и не только это случай был раскручен и задействован палестинской системе в частности из газы это хамас раскручивает пытаясь как и всегда и везде использовать любую возможность для того чтобы скажем задействовать беспорядки чтобы поднять уровень напряжения и это было использовано до конца не могу сказать что не хорошо получилось потому что кроме отдельных выпадков и скажем убийц-одиночек и так далее что-то более серьезно получилось они пытаются работать на этом участке и для того чтобы использовать это для того чего им надо они пытаются другие раскрутить и другие возможности тоже и это увязывается поэтому создается атмосфера или картина что с одной стороны израильская система любая израильская система действует не эффективно и с другой стороны тут поднимается протест со стороны палестинцев и будут бороться до не знаю до последнего чего ради этих заключенных и я бы я бы спустил на тормозах эту картину то что происходит тюрьма будет исправлено и наказано то что происходит на израильско-палестинском участке достаточно других причин чтобы там крутить там беспорядки не обязательно из-за того получится то что они собираются задействовать я хочу это увязать между прочим с еще одним вопросом это отношение с египтом как-то не похоже все же похоже египет разбирается сейчас с руководством хамаса в газе и тоже оказывает на них давление чтобы они скажем успокоили последний скажем свои выступления и я не исключаю что получается у египтян потому что египет намерен в конце концов возглавить процесс регулирования с палестинцами в частности с газой и ведет себя очень активно в этом направлении не исключено что встреча премьера беннета с президентом сессии принесет свои скажем позитивные плоды пока еще рано судить об этом но не исключено что так она и будет цвет если уж мы заговорили о газе и о хамасе вы как бы предупредили мой следующий вопрос я хотел выяснить ваше мнение по поводу предложения которое сделал на конференции в герцлие наш при министр иностранных дел и ирлапит который предложил целую программу экономическое так сказать восстановление газа то есть стимулирование там бизнеса там и прочее прочее и он на всех углах заявляет о том что это единственный путь на счету если население там будет жить лучше то тогда значит у хамаса не будет опоры и они значит вот это вот самое население начнет на хамас давить и хамаса станет белым и пушистым вы в это верите я знаю что такое мнение бытует уже достаточно давно в израильской не только израильской системе и частности лапин это поддерживает что если вы израильская сторона так или иначе поможет к экономическому развитию газа и решение всех экономических проблем то в какой-то мере действительно это посодействует я не исключаю что может так и произойдет но я хочу подчеркнуть что на данном этапе газе обстановка экономическая обстановка это результаты той или иной скажем деятельности руководства хамаса который есть правительство газы и которые делают очень мало для того чтобы исправить это никто не мешает сейчас тоже как-то решать экономические вопросы экономические вопросы там никогда не решаются но всегда используются как рычаг давления на израиль как использование возможности для того чтобы скажем поднять уровень конфликтного настроения и так далее поэтому я бы не спешил увязывать но есть мнение что приятнее всего израиль при содействии тех или иных государств и в частности европейцев попытается договориться с руководством хамаса о продвижении экономических решений я бы не спешил выводе делать выводы что это обязательно и в скором будущем принесет позитивные плоды но есть такое намерение ну да это попытка откупиться да то есть попытка задобрить террористов дать им денег а давайте мы вам дадим миллиона не гриня миллиона нам мало чем миллион мы и так получаем а давайте дадим вам 10 миллионов а давайте дадим вам 100 миллионов они начинают задумываться нет но 100 миллионов это уже цифра да и таким образом значит они изменят свое положение хамас который собственно его задача его задача это воевать его задача это они этого не скрывают уничтожение израиля его задача все время подогревать ситуацию потому что они совершенно Они не заинтересованы заниматься рытьем траншей для прокладки труб, совершенствования канализации и прочее. Это них, они рождены для войны. Они воины. Мы не будем преувеличивать. В какой-то мере, да, на уровне СМИ или на уровне пропаганды, действительно так оно и есть. Хамас, по-моему, не спешит воевать и не спешит реализовать эти свои фантазии о уничтожении Израиля. Но он, да, хочет остаться у дел, хочет остаться в силе, хочет ставить за собой, скажем, контроль над газой. Поэтому он ведет себя соответственно, использует любую возможность для повышения, скажем, конфликтных настроений. И, между прочим, экономические вопросы используются им очень активно для выкачивания денег из Израиля, из международных организаций, из других арабских стран. И это работает. Поэтому это тоже способ обогащения. А тут еще предлагают, давайте решим вам все вопросы, и поэтому у вас не будет возможности более оказывать давление, это им не нравится. Поэтому вопрос такой непростой. Но все возможно. Я не спешил бы решать этот вопрос, что газа намерена в той или иной мере окончательно идти на конфликт, она не в состоянии этого делать. Израиль ведет себя достаточно сдержанно в этом отношении, и в прошлых операциях, и верят, и все в будущем, если они не успокоятся. Пытаются не наносить слишком больших уронов и разрушений и так далее, но все возможно в будущем. Они это прекрасно знают, и поэтому ведут себя осторожно. Хочу добавить к этому, уже упомянули, это позиция Египта, которая в последнее время очень активно давит на руководство газа, чтобы они унились и согласились на какие-то там позитивные процессы. А вот что значит, что египтяне давят? Как египтяне давят? Ну чем? Они имеют какие-то рычаги, влияние, то есть что? Хамас боится Египет больше, чем он боится Израиль. Почему? Да, потому что Египет ведет себя более активно, более жестко, он более активно задействован в самой системе, в газе, и может оказать любой вид давления, включая... То есть я правильно вас понимаю, то есть если Египет завтра, Египет завтра, Альси Серосердится, сметет по урофеаха, там, знаете, ракетным огнем, да, то в Организации Объединенных Наций никто даже не чихнет ни разу. Это да, но этого делать не будет. Понятно, а он этого делать не будет, но он это сделать может в любой момент, и никто ему ничего не скажет. Да, но основные рычаги внимания, будем просто объективны, да, рычаги влияния у него, это проходы и тоннели, формальные проходы, ворота в ограждении на границе с Египтом. Весь контакт газы и руководство Хамаса с внешним миром идет через Египет, и в этом отношении египтян достаточно много, и, конечно, экономика тоже движется на египетской помощи, так что в этом отношении ругаться с Египтом они предпочтут этого не делать, если по мере возможности. И вот примерно картина. Израиль может оказать давление в основном, он тоже поставляет те или иные, возможно, экономические, скажем, аспекты, но все же он может оказать физическое давление, а Египет может оказать давление в самой системе у Хамаса. А может Израиль, я так гипотетически, так сказать, вопрошаю, может Израиль договориться с Египтом на какую-то ограниченную военную операцию со стороны Египта в целях выкорчевывания определенных террористических ячеек в самой Газе? — Опять-таки, для того, чтобы не вызывать никакой волны от мирового сообщества, потому что я еще раз повторяю со всей ответственностью, все, что сделает Египет, будет сделано тихо, без всякого осуждения мирового сообщества, все пройдет нормально и хорошо. — Пока Хамас не тронет египетских военнослужащих или так далее, Египет его не тронет, это не в его интересах, не в его имидже это отношение, это внутриарабские разборки рассматриваются иначе. Поэтому Израилю в военном отношении приходится действовать самостоятельно, но у него нет проблем, тут вопрос как раз сдерживания этой израильской энергии возможностей, а не доводить эту газу до не знаю чего еще там. В этом отношении можно договориться с Египетом о совместном давлении, о совместной блокаде, о совместных мероприятиях, которые, да, могут дать результаты. Факт, что они дают. Последние несколько дней Египет поднял уровень, скажем, влияния, и это успокоило, по-моему, руководство Хамаса, надеюсь, это продолжится. Вы помните же было несколько лет назад история, когда было опять давление на границу с газой, там у нас шли эти демонстрации, и Египет перекрыл границу, и толпа пошла, направленная Хамасом, прорывать египетскую границу. Аль-Сиси сделал очень хорошо, он подогнал 2 или 3 БТР с крупнокалиберными пулеметами, они просто открыли огонь по толпе, и через несколько минут толпа рассеялась, и ни одной фотографии, ни одного осуждающего, значит, там, резолюции ООН, ничего не было. Что я сказал, пока Хамас не трогает египтян, они не будут, скажем, активно уничтожать. Но это был действительно не слишком разумный ход со стороны Хамаса, прорывать границу. Египтянам быстро это объяснили, в течение нескольких минут они все поняли, больше попыток не предпринимается. И они с Израилем тоже очень аккуратно работают, я должен сказать, Хамас. Это не абы как или что, они действуют очень осторожно. Я хочу напомнить, что Хамас, между прочим, тоже не сам по себе. За ним стоит, особенно за исламским джигадом, это еще составная структура, там, в Газе, за ними стоит Иран. И же с ним, которые их подстрекают, и которые давят на них, чтобы они активно реагировали. И поэтому это не простые разборки, это не только технические, скажем, объясните на пальцах хамасовцам, что вот не следует. Это еще разбираться надо, какие давления оказываются на них, и нужно играть, соответственно, на этом международном уровне. Вот так. Спасибо большое. Мы беседовали с политологом, дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине Цфима Геном. Наша программа подошла к концу. Цвиз, спасибо большое, всего вам доброго, дорогие друзья, до свидания. Наша программа будет продолжена через неделю. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин